Если доллар не купить в банке, то купить его можно в другом месте. За тот месяц, что Центробанк запретил выдавать физлицам валюту, возродились спекулянты в онлайн. Спекуляция долларами была, есть и, наверное, будет. Юрий Фрис, председатель Алтайского союза предпринимателей, хорошо помнит Барнаул 90-х. Тогда валюты открыто торговали на барахолках или базарах. Это одно из знаковых мест, где в Барнауле продавали доллары. Финансовые институты только создавались, законы не поспевали и серый рынок процветал. Мошенники, конечно, встречались, но обычно все-таки продавцы предпочитали не обманывать, ведь они работали на свою же репутацию и маржу могли закладывать небольшую, почти себестоимость. Буквально совсем недавно период, когда банки выставляли курс по покупке доллара 80 рублей, а продажи 180. Вот это вот спекуляция или не спекуляция? Торговцы валюты Фрис называет не иначе, как предприниматели. В телеграм-каналах доллар продают и за 90, и за 110, в то время как сегодня Центробанк готов это сделать за 85, но цифровой доллар. Потребность есть, потому что, несмотря на закрытые в определенном смысле границы, все равно у многих контракты, многим надо оплачивать товары, которые заказаны. Потребность есть. За осуществление купли-продажи иностранной валюты, минуя полномоченные банки, предусмотрена административная ответственность. По части 1 статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере от 75 до 100% незаконной валютной операции. Ответственности подлежат как продавцы, так и покупатели таких сделок. Операции из рук в руки незаконны, хотя и угрозы для банков не несут, зато рискованы для покупателей. Нарваться на мошенников сейчас гораздо проще, чем в 90-е. И такие случаи в России уже есть. Большинство экспертов уверены, что повальной спекуляции в 2022-м не будет, а некоторые и вовсе советуют вкладываться в рубль. Мы приходим от этой жесткой глобализации к кластерам региональным. Возникает совершенно новая роль у валют лидеров этих кластеров, соответственно, рубль, юань. Я их вижу как хорошие расчетные внутрикластерные валюты, которые, соответственно, могут через пары, валютные пары, рубль, юань, свободно конвертироваться. И здесь значимость доллара, как мировой резервной валюты, она, конечно, сильно будет переоценена. Тем не менее, с 18 апреля Центробанк возобновит продажу долларов физлицам. Ведь спрос на них есть как у предпринимателей, так и у обычных людей. Вот только существующий курс многие называют нарисованным, не имеющим никакого отношения к реальному. Так что Банк России будет вынужден отменять ограничения, мешающие рублю слабить. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.